этот гром который вы можете сейчас слышать сзади меня это звук взлетающего самолета несколько секунд назад он достиг пика своей громкости я не знаю как здесь когда заснежено по идее зимой выпадает много снега я напомню для меня сегодня сентябрь по моему 15 число и 16 тепличка тепличка с цветочками я люблю такие тихие районы с частными домами которых каждый старается так аккуратно сделать свой дом поухаживать за ним и вот у кого-то есть фонтанчики у кого-то есть какие-то растения сооружения арочки это очень красиво и интересно посмотреть как в каких странах происходит я вижу какую-то такое необычную ель у нее маленькие вертикальные шишечки которых я раньше не видел как-то так а сейчас я прохожу какую-то избушку видите за ориентир я себе взял чтобы не потерять не потеряться вот то большое стеклянное здание которое вам показывал раньше гену потерял вот если я вас среди вас любителей аккуратных квадратных газонов вот таких мне очень нравится отдельного слова заслуживает транспорт в аляске это именно такой транспорт какой я себе предполагал в основном какие-то джипики такие машины особенно мне нравится особенно автентично выглядят квадратные его такие вот с открытыми кузовами а некоторые настолько квадратные что просто у них я не знаю как будто из ровных листов металла просто делался их корпус выглядит очень забавно и неповторимо еще вот такие машины муравли я не знаю как они называются это тоже такая визитная карточка которую есть возможность часто увидеть аккуратненько перехожу дорогу и вижу парк сплошной газон и пару лавок сильно рассиживаться я не буду но горы частном секторе я видел даже домики которые сдаются в аренду могу предположить что люди сюда приезжают отдохнуть хотя я не знаю приехал ли бы я именно сюда если бы я ехал я бы поехал непосредственно к горам в какой-нибудь поселок для того чтобы позбираться в горы сходить в поход в общем такие более активные виды отдыха я словил один бесплатный вайфайчик который назывался даунтаун что то там еще как раз успел проверить почту пообщаться с близкими у них сейчас ночь у меня сейчас день и он пропал я больше его не видел вайфай исчез я походил вокруг но принципе все что мне надо было и успел сделать и заметил такую фишечку которую не могу просечь я уже не знаю ну определенное количество видел девушек которые сами темненькие но перекрашены в ярко-розовый цвет и видно что как бы корни волос наверно по сантиметру темные а все остальное розовое только что я стал свидетелем очень странной сцены когда женщина такой индийской что ли на инвалидной коляске стояла по одну сторону дороги и кричала в сторону полицейских которые были вообще метров через пятьдесят от нее посылал их и показываем факи-факи всякие я не смог понять в чем суть но было просто похоже что ей просто надо пожаловаться поругаться по всему городу я нашел просто кучу таких вот парковочных автоматов насколько я понимаю когда человек паркуется это здесь он должен рассчитаться своей карточкой за время которое он пробыл скажем так продержал эту дорогу занятой они здесь каждый не знаю каждый 20 метров вдоль дорог вижу еще одну циркушку она выглядит совсем по-другому более я не знаю как вот так более как то вот так я не знаю как с вероисповеданием у местных людей и поэтому к сожалению не могу рассказать ничего интересного об этом но на некоторых пешеходных переходах я не знаю что делать я до сих пор и не потому что я до сих пор не разобрался как пользоваться светофорами а потому что светофора нет и разметки вот такой допустим когда мы знаем что надо переходить тоже нет что делать я не знаю я просто жду пока машин не будет и перехожу надеюсь что меня простят как не местного человека который не знает в чем дело что касается температуры здесь относительно не холодно ну как бы холодно но не холодно сейчас еще не тот сезон когда надо носить исключительно пуховики и я видел некоторых людей допустим на пробежках которые были просто в шортах и бегали также видел уже наверное человек 5 или меньше который выгуливали собак собаки которых я видел привычные для меня в отличие от тех которых я видел в портовых городах там я увидел нечто среднее между хаски и волком вот как-то такое впечатление это на меня призвал я кстати вижу с той стороны море прежде чем пойти туда в сторону моря я решил изучить еще несколько местных достопримечательностей стали да вот название этого города я его все никак не могу запомнить она меня обеспечивает кстати очень часто можно встретить подобные тотем и в аляске как эти и как другие я некоторые из них фотографировал раньше и вот опять так полюбившиеся мне вот эти вот спуски лестницы между уровнями вы можете видеть и сзади меня есть возможность обойти просто вот таким вот образом а можно спуститься вот этой лестнице я не знаю как я хочу поступить я пойду прямо если не знаю что надо делать надо идти прямо или бросать монетку если есть время я люблю бросать монетку я помню когда я жил в киеве у меня было одно из любимых занятий это с моим хорошим другом который сейчас наверняка тоже смотрит это видео привет привет мой хороший друг у меня это просто самолет когда у нас был свободный день в обоих мы старались не упустить возможности пойти поблуждать то есть мы обозначали пункт где мы собирались мы выбирали какое-то место к примеру возле парка галатеевского в определенном месте и шли шли прямо просто шли прямо у нас был целый день в нашем распоряжении мы не хотели о кстати обратите внимание как как заботливо сделали то есть для того чтобы никто не вспоткнулся в этом месте об кусок трубы его просто покрасили в розовый цвет такая мелочь но это из этих маленьких мелочей делается вот такой комфорт и я опять перескочил с темы хорошо в общем мы выбирали какое-то место и просто шли прямо а когда мы упирались в какую-то вот допустим в забор или была развилка мы бросали монетку для того чтобы узнать куда мы пойдем дальше и прикол был в том для того чтобы как бы зайти как можно дальше и потом вернуться другой дорогой это это было классно содержительно прикольно весело по приключенческий а еще надо обязательно было купить каких-то как мы их называли ништячков каких-то вафелек печенек сосисок хлеба майонеза и сделать такой импровизированный пикник это вообще непременно надо повторить дружище непременно обязательно я бы с радостью с тобой это сделал в аляске но вот тебя здесь нет к сожалению еще то ли еще будет правда подрядный пример того чего вам говорил парковка хочешь парковаться паркуйся заплатить денежку и пусть машина стоит вот так примерно выглядят местные жители я пытался это сказать как индейцы или как коренные американцы на самом деле это скорее всего эскимосы красивые слова правда можно арендовать вельчик но у нас есть возможность их арендовать бесплатно как рабочему персоналу круизного лайнера я смотрел выставку одного художника хочу сказать что если есть желание понять дух аляски то скорее всего это одно из всех вещей вот на которую надо взглянуть на картины этого художника я напишу что это за художник старого лося встретил вы видели когда-то старых лосей а я видел я нахожусь центре города поэтому здесь много всяких рынков всяких магазинчиков не знаю было ли вам слышно там звучит музыка как в старых американских мультиках или фильмах одной из картин на выставке была картина в которой был изображен молодой эскимос 12 лет мальчик который держал на руках щенка и снизу было написано описание что это молодой эскимос который размышляет и думает о том когда его собака станет чемпионом на собачьих гонках или как-то так это называется вот я нашел памятник упряжной собачки раньше не было других возможностей перемещаться по эскимосов исходя из картин который увидел я смотрел как перемещались раньше люди это были такие повозки кстати я смотрел когда там мультфильм который очень хорошо показывал вот этот всю атмосферу как он назывался там про собаку которая мне мурашки начались там про собаку которая тоже участвовала ну как бы ее не брали участвовать вот таких вот гонках потому что она полуволком было то ли балдо то ли валдо мультик назывался если вспомню напишу если не вспомню напишите мне пожалуйста комментариях конце концов этот пес возглавил экспедицию за лекарством для того чтобы спасти ребенка это очень очень крутой и трогательный мультфильм который я очень люблю и там как раз рассказывается о вот этих вот упряжечных собаках которые хард-рок кафе которые ведут упряжки мне кажется в интернете должно быть фотографии или что-нибудь от этих картин если вам интересно как выглядит аляска советую вам посмотреть а вот стоит примерно вот так я себе и представлял местных людей и в принципе такие они здесь и здесь только я видел в основном пожилых людей но черты лица вот как бы и их типаж вот собственно такое ребят я нашел наконец-то первого медведя а там есть заведение которое называется bear square я не помню говорил я вам раньше об этом но аляска считается столицей лосося в мире здесь этой рыбы как бы очень много я даже читал трактовку одного тотема который символизирует город эти места людей все остальное и как бы там писалось название которым называли эскимос это место в общем речь шла о том что переводе с их языка допустим она переводилась как хранилище лосось или что-то в этом духе приятно видеть кругом туристов это мои коллеги можно сказать потому что это же сейчас турист нахожу и путешествую это уже еще один самолет здесь очень много я нахожусь возле городского фонтана сейчас он пока что не работает по картинке вы можете догадаться что это место куда начинал свои путешествия сегодня но что друзья спасибо большое что составили мне компанию в этом небольшом путешествии надеюсь что вам понравилось я постарался передать атмосферу того что было мной увидено показать вам практически все то что увидел я сам поэтому до встречи в следующих городах вы знаете что это это очередной самолет все пока и падай духом где попало еще ведь не хватало